Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые пожелания. В мой адрес пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. А сейчас всех девушек, женщин, которые смотрят мои видео, которые со мной, всех хочу поздравить с наступающим 8 марта. Пусть все ваши желания исполнятся в этом году. Пусть все печали от вас уйдут и пусть у вас будет все хорошо, как вы хотите. Сейчас давайте сделаем такой расклад на крестового короля. Кому отдаст он свое сердце, кого он любит, с кем он хочет завтра быть вместе, праздновать, радовать, кого он будет завтра радовать, своими встречами, своими свиданиями, своими подарками. Посмотрим. Сделаем диагностику и посмотрим, крестовый король, с кем он был, с кем сейчас, что в жизни происходит, все ли хорошо в любовной сфере. Так, что будет? Так, крестовый король находится в будущем, он думает о будущем, очень боится потерять червовую даму, в голове, в мыслях что-то он очень печальный, переживает, может быть он что-то потратил или потерял деньги, или это может быть интерес губновой дамы, да, вот. В будущем губновая дама будет интересоваться крестовым королем, и он получит большой удар и скандал у них будет, боится потерять червовую даму в будущем. Губновая дама очень надеется, будет хлопотать, а он ударяется, и он, у него чувства губновой дамы очень холодные, девочки. Сейчас данный момент, так, что-то он немного злится на червовую даму, хотя он на нее надеется, да, вот, злой, жизнь перевернута, но встречи, свидания, общения с червовой дамой есть, хоть и злится, злится, потому что здесь он, у него есть еще другая губновая дама, но губновую даму он как бы обманывает, да, с обманом идет к ней. Ну, и он знает, что он все равно червовую даму не бросает, хотя он изменяет с бубновой. В прошлом что было? В прошлом были встречи, дороги, любовь к червовой даме, интерес был серьезный, встречи, свидания, все было, хлопотал, хлопотал к червовой даме, говорил теплые, нежные слова, но потом, опять-таки, неожиданно в прошлом появилась лубновая дама, и он заинтересовался этой дамой. Ну, сейчас тоже он с ней встречается, обманывает, не хочет потерять червовую даму, он немного злится на нее. Может быть, червовая дама что-то узнала про бубновую даму, краешком уха, да, вот. И вот в будущем он теперь очень боится потерять червовую даму, с бубновой дамой хочет расстаться, здесь удары, скандалы. Боится червовую даму потерять, и здесь получит большой удар из-за бубновой дамы, она, бубновая дама, надеется и будет хлопотать, будет звонить, будет писать, хочет встречаться с крестовым королем в будущем, а он не хочет, девочки. Он хочет быть червовой дамой. Ну, посмотрим. Как же карты дальше, что нам скажут? С кем хочет быть наш крестовый король? Кому он отдаст свое сердце, свою любовь? Без кого он не может жить, да, вот. На 8 марта, куда он пойдет? Кому отдаст свое сердце? И без кого он жить не может? Посмотрим. Итак, девочки, вы червовая дама. Ваш мужчина крестовый король. Ну, а бубновая дама будет ваша соперница. Теперь будем смотреть. Под сердцем он думает о деньгах? Думает. Или это интерес бубновой дамы? Под сердцем. На сердце. На сердце думает о встрече с червовой дамой. В голове, в мыслях, на пороге, что было, что будет. Так, чуть подвинем. Чтобы все карты было видно. В голове, в мыслях, интересуется червовой дамой. Скучает, переживает за что-то. Волнуется наш король. На пороге, что у нас тут. А на пороге у нас тоже. Он думает о своей любви к червовой даме. Какой-то боязнь. Чего-то он боится. Боится он червовая дама, что хлопотать не будет. Но он тоже будет хлопотать. Что тут бояться? Ну, переживает, боится. Значит, за что-то боится. Так, в прошлом, в прошлом тоже у него встреча, свидание было с червовой дамой. Долго встречались, долго друг друга знают. И он как бы интересуется серьезно. Да, вот, серьезные встречи, серьезные, очень отношения у них серьезные. Что будет? Будет за свой разговор что-то он скажет. И так будет злиться. За какой-то пустой разговор свой. Что-то не так скажет, будет злой. Что было? Что будет? Ну, были встречи с червовой дамой Долгой. Потом он неожиданно встретился с губновой дамой, девочки. И он здесь очень заинтересовался. Заинтересовался к губновой даме. Поэтому он боится здесь. Ну, здесь червовая дама тоже любила. Червовая дама тоже нравился крестовый король. Но здесь какой-то губновый король. Или это надежда губновой дамы. Прямо очень надежда губновой дамы. Очень она надеялась до крестового короля. Да, вот. А мужчине нравился и червовая дама, и губновая дама, девочки. Он прям заинтересовался обоими девочками. Ну, как обычно бывает. Сказал, у вас червовая дама был. Потом появилась губновая дама, неожиданно. И тут губновая дама тоже надеется на крестового короля. Ну, здесь у него интерес к губновой даме есть. Также надеется на червовую даму. Здесь он обманывает губновую даму. Говорит, что любит. Говорит, что он хочет быть с губновой дамой. Видите? Крестовый король говорит, что он любит и хочет быть с ней, чтобы она была в его жизни. Но он обманывает девочки. Вот это все обман у него. И теперь в будущем он злится сам на себя, что он так сказал. Что он хочет, чтобы в его жизни была губновая дама. Теперь он сам злится, что он так сказал. Теперь хочет взять обратно свои слова. Так, в будущем опять-таки у него встречи, общения с червовой будут. Ну, и так же с губновой. Поэтому он здесь девочки боится. Он любит червовую даму. Вот видите, любовь. Любит, интересуется червовой дамой. У них любовь обоюдная. Он будет хлопотать, но он боится. Он боится, чтобы новая дама себя проявит. И об этом узнает червовая дама. Вот чего он боится. И вот чего он злится, что он так сказал. А тут тоже боится. Очень. Ну, ладно. Посмотрим дальше. На сердце, наверное, будут выпивки в скором времени. Завтра уже люди будут гулять, праздновать 8 марта. Международный женский день, девочки. Ну, здесь под сердцем, я думаю, интерес к бубновой даме. Да, вот это не деньги, а интересуется он бубновой дамой. Под сердцем никому об этом не говорит. Так же будут встречи с червовой дамой. Здесь какие-то застолья будут. Так же он хочет идти к бубновой даме. Так, девчонки, все повторять не будем. Все сказала, как есть. Посмотрим, что будет дальше. Пришел такой король, которому нравится и бубновая дама, и червовая. Но бубновую даму он хочет обмануть. А с червовой дамой хочет еще строить отношения. И очень боится, что она что-то узнает об обновой даме. Так, здесь желания, надежды, планы на червовую даму были. Что-то они ругались. Ну, потом мирились. Ну, и встречались, да. Вот встречи были холодные в прошлом. Под конец у червовой дамы, крестовому королю. Посмотрим. Ну, посмотрим, куда пойдет теперь завтра. Кому пойдет, кого будет выделять из этих двух девушек, червовую или бубновую. Посмотрим. С кем он будет завтра. Кому отдаст свое сердце, свою душу, свою любовь, да. И без кого он не может жить, да. Вот без кого. Иногда бывает такая любовь, как дышать не могут друг без друга. Но то есть такая любовь еще девочки есть. Так, смотрите, здесь надеется на червовую, на бубновую даму. Я ничего с потолка не беру, все снаружи. Вот, видите сами, надежда бубновая, надежда червовая. Вот он интересуется. Ну, и деньги тоже ему нужны. Думать и о деньгах тоже. Так, к бубновой идти не хочет, как бы, пока. Свидание будет с червовой дамой. Ну, а потом будет хлопотать их червовой и бубновой даме. Думать, что его жизнь идет под откос, как говорится, да. Все катится вниз. Что-то жизнь катится вниз, ему не нравится, как он живет. Здесь он думает и об бубновой даме, и о червовой даме. Как ни крути, все равно он думает и об бубновой, и о червовой. Думает, девочки. Так. Здесь думает, что уже какие-то проблемы есть с червовой дамой, да. Вот червовая дама, может быть, уже интересуется меньше крестовым королем. И он уже задумался. Злится он за бубновую даму. Смотрите, чувства стали холодные. Хлопоты хочет сделать пусто. Хочет встретиться и поговорить с бубновой дамой. Ну, что уже он, что уже холодно с ней встречается, общается уже, как бы отношения уже идут, как бы, никак. Так, что препятствует ему в жизни? Одна пустота. Хлопоты пустые. Что же произойдет? Ну, разговор будет с червовой дамой. Пустой разговор. Давно знает червовую даму, давно они общаются, созваниваются. Пишут сообщения, звонки, все есть. Так, с кем свидание будет у него? Ни с кем пока. Печально, не хочет никому. Что его удивляет? Его удивляет, что червовая дама какая-то грустная, печальная. Десять, одиннадцать. Что одиночит его? Может быть, встречи червовой дамы нету, это его одиночит. Что тревожит его? Тут бубновая дама придет к нему, это тревожит. Что порадует? Ничего его не радует, девочки. Одна печаль. Чем успокоиться? Разговорами. Какими-то разговорами. Может быть, с бубновой дамы разговор будет. Или там какой-то разговор. Какой-то теплый разговор его порадует. Порадует, успокоит. Для него, для дома, для сердца. Крестовый король очень печалится, думает о червовой даме. Хочет с ней встретиться, печалится, переживает. Прям плачет девочке. Страдает очень сильно, переживает. Ну, он ее обманул. Здесь обман был, предательство было. Теперь он сам себя винит, сам себя ругает, что он с ней так поступил. Для дома. Для дома тоже он думает за свои желания к бубновой даме, что он с ней общался. Об этом тоже думает и печалится. О, на сердце здесь девочки, смотрите, на сердце червовой дамы. Хочет звонить червовой даме. Что было? Было очень много проблем, пустые проблемы, рассосались, ушли как бы. Все хорошо. Что будет? Здесь девочке он хочет сидеть с червовой дамой, где-то в кафе пригласить его, ее хочет. И рассказать о своей любви, как он любит червовую даму. Ну и чем он успокоится? Быстрая дорога. Какая-то быстрая дорога будет. Быстрая дорога к червовой даме. Можно было дальше не продолжать, но я хочу посмотреть, что же дальше будет. Можно было на этом закончить, но посмотрим для него. Вот он злится сам на себя, что предал червовую даму и начал интересоваться бубновой даме. Он сам себя ругает, что предал червовую даму. Так, для него, для дома. Для дома тоже он думает о себе, как он хватал, как он общался с бубновой дамой. Об этом думает в себе и сидит. На сердце. На сердце он надеется на червовую даму. Вся надежда на нее будет звонить, писать, что было в прошлом. В прошлом они как бы расстались, да, с червовой дамой. Даме тоже было очень плохо. Он пусто сделал, расстался с червовой дамой. Теперь что будет? Теперь смотрите, где он будет сидеть, в каком месте он будет сидеть и где он будет рассказывать о своей любви к червовой даме. Там появится бубновая дама. И будет говорить о своей любви прямо им. Они вот сидят, шампанское пьют, да, вот. Бубновая дама придет, будет говорить о своей любви к червовой даме и к христовому королю. Прямо, чтобы слышала и червовая дама. Ну и чем же он успокоится? Здесь он получит большой удар от бубновой дамы. От ее разговора, что она любит его, да, вот. И он сразу разочаруется в этой даме и поставит точку. Никакого интереса не хочет. Хочет чувствоваться червовой дамой. Хочет, чтобы в его жизни была червовая дама. Ему очень плохо без червовой дамы. А с бубновой он хочет разочарование и поставить точку. Ну и здесь бубновая дама, бубновая дама прямо здесь бубновая дама так не должна была поступать, чтобы и червовая слышала, и кристовый король. Ну и что не случается, все к хорошему, говорят. Ну и после этого он ставит точку бубновой даме. Разочарование, точка. И так он уже хотел возобновить отношения с червовой дамой. Что он ее обманул, предал. Из-за этого он как бы раскаялся здесь, да, сам себя ругал. Ну и посмотрим, что же дальше. Ну здесь, видите, бубновая дама все равно будет хлопотать. Будет хлопотать. До свидания. Хлопоты есть, но у него хлопоты самые такие к червовой даме, да. Вот хлопоты. Ее хлопоты, надежды, планы, все, что она хочет быть с крестовым королем, это все со злостью уходит. Он будет очень злиться на бубновую даму, что она надеется, что она на свидание просится к нему, да. Это все со злом уходит. Крестовый король хочет встречаться, общаться с червовой дамой. А здесь его встречи перевернутой бубновой даме со злостью, девочки. Здесь будет большое зло. Здесь удар получит, разочарование и закрывает дороги. Здесь интерес большой семейный, интерес червовой даме, девочки. Ну, вот такой расклад, девочки. Все, что бубновая дама могла, сделала, хотела быть с ним. Здесь вовсю кричала, что она любит его, но это еще хуже сделала. И он со злостью делает ее пусто. Вот такой расклад, девочки. Крестовый король и отдаст свое сердце и свою любовь и чувства. Все он отдает червовой даме. И 8 марта он будет с червовой дамой, девочки. И без нее ему очень плохо. И любит. И на сердце держит. И подарок сделает. И жить он будет с червовой дамой. Вот такой расклад, девчонки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи. Всем всего хорошего. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok